МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба 1-го карагандинского студии. Работает Ирина Камышова. Коротко о главном. Жители улицы Рыбалка уже который месяц находят своих домашних питомцев убитыми. В чем причина? Смотрите в репортаже Амины Смаковой. Компания Теплотранзит Караганда ежегодно проводит ремонтные работы во всех дворах нашего города. Однако жители микрорайона Степной-2 недовольны этим. Подробностями я, Серегжан Маулидбай. Жители Думы-16 на Востоке-3 провели капитальный ремонт элеваторного узла. Подробнее в материале Марка Бешко. Послевоенный двор. Именно так называют жители микрорайона Степной-2 свою придворовую территорию. Они возмущены проводимыми ремонтными работами компании Теплотранзит Караганда. На днях двор в очередной раз подвергся атаке экскаваторов. Теперь здесь, особенно в дождливую погоду, ни проехать, ни пройти. Раскопать раскопали, а вот устранять последствия ремонтных работ никто пока не собирается. Серегжан Маулидбай с подробностями. Этот двор несколько лет назад отремонтировали по госпрограмме. Но бюджетные деньги ушли в никуда благодаря монополисту. Теплотранзит Караганда, делая раскопки, не устраняет последствия ремонтных работ. На месте, где когда-то был ровный асфальт, ямы и ухабы. В дождливую погоду все это превращается в месиво. Акиматовские работники, которые отвечают за наш двор, видимо, то ли не видят, то ли не хотят видеть того, что творят коммунальные службы. С Петропавловской приехал, как пять лет живу, пять лет роет, пять лет в одном и том же месте вот эти трубы меняют, что ли. Ну зачем пять лет подряд рыть, я не знаю. Вот горячей воды не было, да, вот они выкопали, оно стояло сколько, пока это они трубу найдут. У них труб нету. Вот сколько звоним, горячую воду когда дадите? Уже давно дали. Нету трубы. Вот они два месяца. Два месяца не было у них трубы. И вот смотрите, у вас трубы нету, зачем рыли-то вот это? Да, и вот это стоит все разрытое. Еще месяц назад здесь росли 20-летние зеленые насаждения. Одна из местных активисток рассказывает, как жестоко обошлись деревьями экскаваторщики. Все разрыто. Все уничтожают вот возле этого. Как будто вот они сегодня последний день живут. Я не знаю, я вообще возмущена. Я не знаю. Вот взяли, изуродовали и все. И никто не отвечает. Ни один не приехал, не посмотрел. Ну что у вас такое? Что вы подняли тревогу? Что здесь такое? Никто. Все отяпляп, допускаем. Потому что дерево. Центрально-тепловый пункт, который обеспечивает несколько дворов горячей водой и теплом, начали ремонтировать в прошлом году. Поменяли кровлю, сняли штукатурку, но снаружи довести до ума забыли. Здание стало неприглядным и явно портит эстетический облик двора. Почему компания-услугодатель не убирает бетонные блоки, которые находятся прямо на детской площадке, тоже загадка для местных жителей. К слову, после каждых раскопок со двора пропадают турники и заборы. Жильцы обвиняют в этом монополиста. Вот эти вот плиты, вот вон они стоят, не плиты, я не знаю, как эти колодцы странные. Они стоят уже второй год. Вот пока местом какой-нибудь ребенок что-нибудь себе конкретно не раздерет, они не уберутся. То же самое вот с этим. Там дети и клеятся на эти трубы, и вот-вот оставили. Ну вы сделали, вы уберите тогда. То ли они здесь не закрыли, то ли они... Откуда вообще эти плиты, здесь вообще не понятно. Обратившись непосредственно в теплотранзит Караганда, нам пояснили, что во дворе Степнова-2 оказывается не завершены ремонтные работы. Идет реконструкция теплосетей. Закончить планируют к середине августа. После чего, обещает монополист, начнут благоустраивать дворы, где орудовали аварийные бригады. А вот деревья восстанавливать компания отказалась, потому что они растут в охранной зоне тепловых сетей. Во-первых, приношу извинения жителям микрорайона Степной-2. Выясню, возьму личный контроль, выясню. Ну, в ближайшее время я там устрою эти нарушения. После вмешательства Первого Карагандинского монополист принял решение, что кроме ремонта дорог отремонтируют здание Центрально-теплового пункта. А также жителям были обещаны в подарок турники. Правда, устанавливать его придется жить сам за свой счет. Серегжан Маулитбай, Сергей Высокосов, Первый Карагандинский. На Федоровке обитают собаки-убийцы. Псы уже несколько месяцев терроризируют жителей улицы Рыбалка. Жертвами оголодавших животных стали более 30 домашних птиц. Люди опасаются, что очередь дойдет и до них. Амина Смакова подробнее. Это, знаете, сосед держит собак. Бродяга, где она витеррил. И куда пошли там? Да, управа будет на этого алкога? Все, да? Управы нету. В Акимат звоним, они учат. Это Макпал Балабекова. Она зарабатывает себе на жизнь, продавая гуси и уток. Накануне собаки-соседа загрызли всю домашнюю птицу. Женщина потребовала, чтобы он немедленно возместил ей убытки. Однако ответа не последовало. К слову, эти гуси не первые жертвы голодных псов. Его собаки уже убили 19 штук моих бройлеров. У соседей-то не беда. Если что, так дальше пойдет, никто ничто не предпримет. Мы с соседями устроим самосуд. Этот дом знаменитого соседа Василия. О нем жители улицы Рыбалка, как и Азора, уже слагают легенды. Правда, не о добрых делах, а только о злых. Причиной тому послужили убийцы в лице 14 диких агрессивных собак. Легендарного соседа Васи накануне загрызли 9 штук гусей Макпал Балабековой. Куры Домиткин-Чайниковой около месяца назад также стали жертвами собак. Женщина воспитывает пятерых детей. Яйца и мясо кур были неплохим подспорьем для многодетной семьи. То, что это сделали псы не ради его соседа, подтвердили специалисты. Это выловили ночью. Это было в 4, начало пятого утра. Овчарка. Бежала первая овчарка, немецкая. А уже за ней чуть поменьше вот такие вот все возрасты. Кстати, люди боятся не только собак, но и самого соседа Василия. Мужчина пьянствует, приглашает в гости сомнительных друзей, бывших заключенных и угрожает всем в округе. Сам мужчина дверь не открывает. До правоохранительных органов тоже не достучаться, говорят жители. Вот нам дали этот телефон сегодня. Вот звоним с утра. Никак. Алмайк. Сам участковый от комментариев отказался. Страж порядка ничего не может предпринять без предварительного расследования. Перед тем, как снимать, мне надо уведомить свое руководство. Если дальше сосед Василия и его собаки будут терроризировать местных, люди обещают устроить самосуд. Больше всего их тревожит то, что жертвами собак могут стать их маленькие дети. Потому просят правоохранительные органы обратить внимание на ситуацию. Амина Смакова, Жеслана Мандыков, Асхат Абидулов. Первый. Карагандинский. В результате ДТП на Тимиртаусской трассе погибли три человека. Столкновение автомобилей марки «Рено» и «ВАЗ» случилось вчера около 13 часов дня. По предварительной версии водитель автомашины «Рено», двигаясь со скоростью, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на полосу встречного движения. Водитель автомашины «Рено», 54-летний водитель «ВАЗа», а также 28-летняя пассажирка «Жигулей» от полученных травм скончались на месте. Арестован Аким Тересаканского сельского округа Лутаусского района. Чиновник задержан за попытку дачи взятки сотруднику финансовой полиции. Госслужащему грозит до пяти лет лишения свободы. Сарсимбай Ибраев ранее подозревался в превышении должностных полномочий в сфере госзакупок. Избежать уголовной ответственности чиновник попытался с помощью взятки. Неоднократно Ибраев предлагал деньги сотруднику финансовой полиции. Ибраев в очередной раз предложил взятку сотруднику финансовой полиции в размере 450 тысяч тенге, игнорируя замечания сотрудника о том, что это является коррупционным преступлением. Положил на стон данную сумму, после чего был задержан. В этот же день в отношении Ибраева было возбуждено уголовное дело по статье 312 ч. 2 УК РК Казахстан. А вот в отношении его коллеги Акима поселка Сарышаган Марата Дарибекова возбуждено сразу несколько уголовных дел. Глава поселка в мае этого года подписал акт выполненных работ местной компании, которая занималась изготовлением и установкой в Сарышагане детских площадок. При этом было достоверно известно, что госзаказ не был выполнен. При этом на счет фирмы перечислено почти 4 миллиона тенге. Кроме того, Аким обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Он принудил бизнесмена, выигравшего тендер на озеленение благоустройства поселка, и вместо него заключил договор на оказание услуг с другой компанией, на счет которой из бюджета перевели 290 тысяч тенге. Впоследствии между компанией и чиновником был произведен взаиморасчет. В отношении Акима поселка Сарышаган до Ребекова 3 июня и 2 июля текущего года были возбуждены уголовные дела по статье 176 УК РК «Растраты и хищение бюджетных средств» и 314 служебный подлог. Кроме того, сотрудникам финансовой полиции выявлен факт незаконного участия до Ребекова в предпринимательской деятельности. Было возбуждено уголовное дело 11 июля по статье 310 УК РК. Более 60% от общего числа домов в Октябрьском районе готовы к отопительному сезону. Об этом рассказали представители районного Акимата. В число подготовленных к зимнему периоду вошли и дома на микрорайоне «Восток-3». Их жители провели капитальный ремонт элеваторных узлов. Репортаж Марка Брышко. Жители домов, входящих в КСК «Рассвет-17» на микрорайоне «Восток-3» готовы к отопительному сезону. В двух домах в 2016 и 2017 был произведен капитальный ремонт всех элеваторных узлов. Представители компании «Теплотранзит Караганда» уже опломбировали новое оборудование. В начале 2008 года, когда я заступала председателем, конечно, было сложно. Подвалы были в воде. Элеваторные узлы не были комплектованы. Сейчас, на данный момент, даже может подтвердить этому Акимат, что элеваторные узлы у меня все комплектованы. Жители дома в восторге от проделанной коммунальщиками работы. По их словам, в домах и до этого не было никаких проблем. Однако проведенные ремонтные работы снизили риск возникновения поломок и аварий. На «Восток-3» я живу в шестой год. За эти шесть лет я плохого здесь не видел. Все у нас нормально. КСК работает хорошо. На территории Октябрьского района расположено 872 многоэтажных жилых дома. Из них больше половины имеют стопроцентную готовность к предстоящей зиме. В основном это те дома, которые имеют юридическую форму управления. Есть, конечно, и те, кто отказывается подготавливать свое жилье к зимнему периоду. Уже в шести домах по этим причинам были отрезаны трубы. Мы ежедневно проводим в данных домах общие собрания, где жителям разъясняем о создании юридической формы управления, также о порядке подготовки к предстоящему отопительному сезону. Марк Бешков, Лжас Габасов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Караганды-Жарык вырубает деревья. Причем это, на первый взгляд, варовское действие, мера вынуждена. Все делается для того, чтобы предотвратить возникновение пожаров или обрушение электрических столбов. Здесь простираются высоковольтные линии, которые снабжают электричеством важные объекты города. По стандартам, для безопасного электроснабжения расстояние от дерева до проводов не должно быть меньше 4 метров. Согласно плану, компания Караганды-Жарык спиливает насаждения либо подрезает ветви деревьев. Как говорят специалисты, лучше заранее предотвратить критическую ситуацию. Для обеспечения безопасности воздушных линий и безопасной эксплуатации линий электропередач и обеспечения среди населения проводятся такие работы, как подрезка деревьев. Это подрезка деревьев под линиями электропередач. Есть свои определенные размеры, допустимые расстояния. Для каждого класса напряжения есть свое расстояние. Вот, к примеру, до 110 кВт, 20 метров от кранировода в обе стороны. Это считается охранной зоной. Не должно быть никакого деревья. Это для чего нужно? В основном жалуются у нас жители города, потребители. Почему жалуются? Почему депилити? Для чего это нужно? Это нужно для самих жителей. В Тимиртау прошел форум рабочей молодежи. Его основная цель – просветить и рассказать молодому работающему поколению о том, как и где можно хорошо заработать деньги. На мероприятии присутствовали областные центры молодежных инициатив с четырех областей Казахстана. Амина Смакова с подробностями. Спасибо, которому нам, молодые, предстоят решение. Торжественно открыл заседание форума рабочей молодежи заместителя Акима Карагандинской области Бисимбай Жумабеков. Я убежден, что межрегиональная интеграция, в том числе в сфере поддержки рабочей молодежи, будет способствовать социально-экономическому развитию нашей страны. Наш форум не случайно сегодня проходит в городе Тимирта. Вы, наверное, прекрасно уже знаете, что город Металлургов – это город Круженик, где зародилось немало славных традиций, а главное, именно здесь начинал свою трудовую политическую биографию наш президент страны Устана Бишич Назарбаев. И сегодня Карагандинская область по праву считается крупнейшим индустриальным центром республики. По мнению организаторов мероприятия, подобные форумы должны проводиться ежемесячно. Сегодня большинство молодых людей, не нашедших работы по специальности, оставляют свой диплом высшего образования дома и идут работать грузчиками или дворниками. Важность сегодняшнего форума – это интеграция идет между регионами. Она очень важна, в первую очередь, позволяет нам взаимодействовать, то есть объединить все усилия, которые имеются для того, чтобы решать проблемы молодежи. Не только рабочей, но и на всей молодежи. На форуме обсуждались такие вопросы, как безработица, нежелание молодежи идти работать на производство, хотя, как утверждают представители разных организаций, рабочих мест хватает на всех. Обмен опытом, обмен знаниями между областями, между другими производственными объектами. Я, представитель корпорации «Казахмыс», рад, что такой форум сегодня производит, проходит. Познакомились с Арселор Митл, с другими предприятиями, узнали, какие проблемы у производственных объектов именно у молодежи. Думаю, что это не первая, не последняя встреча. Форум завершился торжественным подписанием меморазии Дума о сотрудничестве между центрами молодежных инициатив из Карагандинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. Согласно договору, мероприятия по трудоустройству молодых специалистов будут проходить регулярно. Амин Асмакова, Жаслана Мандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Выпуск продолжит новости спорта. О них расскажет мой коллега Берик Апаров. Он уже в студии. Берик, тебе слова. Спасибо, Ирина. Очередная победа карагандинского шахтера в Лиге чемпионов. Об этом и другом через пару секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы. Это Allugal. Сильнейший клуб Казахстана двух последних лет карагандинский шахтер разгромил в Астане чемпиона Албании Скендер Бео 3-0. Отказавшись от расстановки в пять защитников Виктор Кумуков выставил привычные 4-4-2. Это принесло свои плоды уже на восьмой минуте матча. После подачи углового боснийский великан Алдин Жидич удачно замкнул передачу Симчевича и открыл счет. Еще несколько выгодных моментов в течение первой половины упустил Сергей Хирниченко, но до перерыва счет остался неизменным. Во второй половине матча гости попытались форсировать свои действия. Но вышедший на замену нападающий Роман Муртазаев удачно открылся под передачу и удвоил счет на табло. После этого воодушевленные своей игрой карагандинцы стали еще больше обострять игру впереди и перехватывать большую часть передач соперника. Все это вылилось в третий гол Горняков в ворота албанской дружины. Упустивший за весь матч немало моментов Хирниченко от души приложился к мячу и расстрелял с острого угла вратаря гостей 3-0. Шахтер одной ногой в групповом этапе минимум Лиги Европы. Ответная игра состоится 6 августа в Тиране. В Караганде впервые появилась спортивная площадка, которую спроектировали школьники. Тренажерный зал под открытым небом появился на территории средней школы номер 58. Этот проект был создан девятиклассницами этого учебного заведения Алиной Карамышевой и Жебеки Манбековой. Со спортновинкой накануне воочию ознакомились и карагандинские депутаты. Воплотить в жизнь задумки учащихся помогли жители микрорайона, отдел образования города, местные общественники, партия Нуратан и народные избранники. Теперь на территории учебного заведения есть современный тренажерный комплекс и футбольный корт, который зимой трансформируется в каток. Часть средств на спортивную площадку школа собрала сама. То есть мы проводили благотворительные концерты, обратились за помощью к жителям микрорайона, проводили различные акции. Общественный фонд «Социальная казахстанская академия» помогали нам в этом. И вот общими силами мы собрали средства. Уличные тренажеры 58-й школы доступны всем жителям микрорайона в любое время суток. Спортивным оборудованием могут пользоваться все желающие. Спортснаряды рассчитаны на все основные группы мышц человека. Многие тренажеры даже способствуют восстановлению травмированных частей тела. В 2021 году Акимат города Караганды предложил интересную программу обустройства спортивных площадок, школ. Депутаты поддержали и выделили непосредственно деньги на 22 корта. Из этих 22 корта, что радует 80%, это в основном Октябрьский район. Кроме того, в этом году выделили дополнительные деньги на инвентарь. Это тоже большое подспорье для наших детей, которые занимаются спортом. 22 корта по всему городу обошлись местному бюджету почти в 50 миллионов тенге, рассказали депутаты. Спортивные тренажеры – 18 миллионов. Работу обещают продолжить и в следующем году, заключили народные избранники. Ирина Камышова, Турген Рашитов, Первый Карагандинский. На этом спортивные новости Первого Карагандинского подошли к концу. Берегите себя и занимайтесь спортом. Спасибо, Берег. Это все новости на сегодня. А если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию 42-06-49. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман Саввоболмсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин